Иллюзия очередности. Эта ошибка заключается в представлении, что достоверность утверждения зависит от того, в какой момент дискуссии оно было произнесено. Действительно, наибольшее впечатление на слушателей производит тот тезис, что был высказан первым, и тот аргумент, который приведен последним. Помимо чисто психологического эффекта, из-за которого середина дискуссии запоминается хуже всего, эта иллюзия имеет еще две причины. Тот, кто в игре совершает первый ход, автоматически получает инициативу, и оппонент вынужден ее перехватывать. Тот же, кто имеет власть произвольно прекратить дискуссию, имеет больший контроль над тем, какое она ставит впечатление у слушателей. Из-за этого некритическое восприятие новостей легко вводит нас в заблуждение, и нечистоплотные средства массовой информации активно этим пользуются в целях пропаганды. В тяжбе кто первый, тот и прав, замечает мудрый Соломон. Как говорится, в детской присказке первое слово дороже второго. А если исходный тезис высказан еще в безапелляционно-агрессивной форме, оппонент вроде как вынужден защищаться. Но это вовсе не гарантирует достоверность сведений, услышанных первыми. Потому-то сын Давидов и прибавляет, тот и прав, пока соперник не вступит в спор. Деописатель рассказывает о случае, когда лишившиеся нечистого источника дохода филиппийские дельцы схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам сказали, сие люди, будучи иудеем, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их деяния. 16 глава, 19-23 стих. Градоначальники сходу поверили, что пришельцы затевают смуту и немедленно применили наименьшую меру наказания, полагавшуюся в данном случае, после чего отправили их в заключение до разбирательства, не заслуживают ли те еще большие меры, то есть смерти. Впоследствии выяснилось, что обвинения были голословны, и члены городского совета, носившие в Филиппах звание воевод, нарушили закон, подвергший римских граждан наказанию, без предварительного расследования и суда. Теперь им самим грозило такое же самое наказание, и поэтому они захотели замять это дело. Тимичный страж объявил о всем Павлу, воеводы прислали отпустить вас, так выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал им, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают, нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Деяние 16 глава 36-39 стих. Тот же аргумент, что был высказан в ходе дискуссии последним, производит впечатление достоверного, независимо от причины окончания спора. Поскольку никаких контраргументов за ним не озвучено, возникает ощущение, что у оппонента просто больше не было таковых. Потому-то так трудно вести дискуссию на чужой территории, то есть там, где ваш оппонент контролирует ситуацию и решает, когда начать и когда окончить разговор. Так слепорожденному фарисеи сказали «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» и выгнали его вон. От Иоанна 9 глава 34-й стих. Подобным образом риторический вопрос Пилата, что есть истина, Иоанна 18-38, казалось бы, закрыл тему. Хотя именно в этом контексте, как никогда более, сутью самого вопроса должно было быть не что, а кто есть истина. На самом-то деле, в отличие от прокуратора, знающим как начало, так и продолжение этой истории, нам не стоит расстраиваться, если первое или последнее слово окажется не за нами. Они никогда и не были за нами, не за нашими оппонентами, они всегда за Богом. От самого начала, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, Иоанна 1-1, и до самого конца. Все творю все новое. Откровение 21-5, Исайя 65-17. Откровение 21-5, Исайя 65-17.